Ну что, друзья, презентация чуда, наконец-то, наконец-то. Всем большой привет настоящим людям, которые любят котеек. Всем, кого я знаю, кто за неё переживает. Танечка, Натали, Инночка. Всем большой привет. Вот она, вот она, Анжела. Вот он наш вопросик, вот её. Где третий чёрный? Трое чёрных и один он бегемотик. Какой, боже. Итак, смотрим. Уже третий пакетик у меня. Хорошо, что они у меня были. Они голодные, они голодные. Малыш, не бойся. Их тут все фоткают. Я иду ещё их внизу, а их все фоткают, короче. Думаю, что люди все фоткают? И я поднялся посмотреть. Думаю, а неужели мои коты там позируют? Выхожу сюда наверх, а тут она такая счастливая, что я их увидел, что я их кормлю. Боже. Видео будет ещё. Это я отдельным сделаю. Там будет ещё видео, как я к ним поднялся, как я их увидел впервые. Выходи, малышик. Иди, не бойся. Иди, голодные больше. Чёрные один трусливые. Там двое вот смелые. Выходи, выходи. Иди тут. Я вон еде съедаю. По большой территории специально раскидываю, чтобы они ходили все, находили каждый для себя еду. Боже. Три чёрных красавца и один бегемотик белый чёрный. Кто ж папа? Наверное, Ушкин папа. Судя по тому коту, мне кажется, что Ушкин папа. Но не факт. Тут ещё были гастролёры. Чужие коты, которые Ушкина били. Вон тот чёрный бегает. Ну, на котах точно нет никакого лишая, но у неё это не лишает. Слава богу. Хорошего мало. Что-то у неё какой-то, видимо, гормональный сбой так и был. Но она уже зарастает. Шерсть уже почти нормальная. Красавчики, аки. Чёрный, иди сюда. И ты иди сюда ешь, что ты голодный. Корабли у нас пришли на девятнадцатый метр. Сильную кофту одел даже. Выходи, кс-кс, иди сюда. Сюда иди. Зови его, он сидит под камнем, блин. Самый голодный будет. Он сидит, выглядывай. Я отошёл. Выходи. 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 Зимой, таки ты быстрее. Ну, быстрее. Я ж пока это... Блин, оно уже всё закончилось. Смотри, я ж не могу вам пять пакетов дать. Мне ещё оставить надо. Ещё котику. Сухую еду они вряд ли будут где-то насыплю. Сейчас вряд ли они ещё могут её жевать. Хотя всё может быть, знаете. Они поймут, что она вкусная. Будут пытаться раскусить. Я думаю, ничего страшного не будет, если у них получится. Мать героиня, ты медаль заслуживаешь вообще, золотую просто. За то, что ты сделала. Какая-что умничка. Он тот летит из камней. Давай, давай, чёрненький, давай. Ты самый трусливый и самый маленький, наверное. Мать героиня, какая ты умничка. Да, ты умничка, да, умничка ты. Умничка, какая ты лысая была. Боже мой, слава Богу, это нормально с тобой. Всё подъели уже, да? А тут так и не вышел, который самый худой. А нет, вон ещё кусочки валяются. Всё драки. Зови самого худого. Сейчас я отойду, выкину это, потом подойду, дам вам побуду дать сухой еды. Сейчас посмотрим, будет ли они есть сухую еду. Три пакета у меня ушло, короче. Хорошо, что они у меня были. Люди, пожалуйста, кто здесь? Они либо вот тут, вот возле этих лодок, вот в лестнице, смотрите, вот лодки, баки красные, лодки, лестница. Они либо тут, либо тут, в камнях. Скажите, кис-кис, они подбегут. Приносите, пожалуйста, мягкие пакеты, потому что они стоят бешеных денег. Я, конечно, каждый день не могу по пять пакетов носить, потому что у меня полтора-два кило уходит только сухого корма, друзья. Я тогда просто буду сидеть без еды, если я буду по столько еще и пакетиков носить каждый день, если по пять штук. Это тоже плохо. Да, героиня, да, да, короче безлактозный йогурт купить и принести безлактозный йогурт. Его я могу пол-литра если принести, им разлить, они поедятся, найдятся, они по-любому его будут, если они голодны. Безлактозный йогурт это выход. Это выход. Сейчас будем пробовать сухой льдом. Блин, мне на рынок на 20 минут осталось. Скис, скис. Пусть мне пробуют нужные льготки. Все, отхожу. Сейчас будем смотреть, что будет. Ну, она то ест. Она ест. Боже, какой ветер тут холодный дует. Просто жесть, какой холодный ветер. Так, идут, идут. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Если они раскусить смогут, они будут ее есть. Ну, вроде как пытаются кусать, я смотрю. Вроде кусают. слава богу, едят. Ну, хоть чуть-чуть проще будет, если вы едите сухую еду. Этим-то я вас обеспечу, ребята. Думаю, килограмм 20 сейчас. Пытаются, тяжело им, но пытаются раскусить. Оно вкусное. Внутри пытаются раскусывать. Пытаются есть. А ну, малыши, давайте, давайте, подходите тоже, пробуйте. Подходите. Что там, братья ваши, едят или сестры? Такие прикольные, блин. Лопаются ходят. Давай, давай, малыш, я отошел. Я отошел, подходи. Блин, как тут, холодно. У нас сегодня какая-то облачность, облака ниже средины гор. Ну, пыль там есть, то само собой, в сторону Газипаши Махмутлара. Но вот видите, гор не видно, облака спустились ниже уровня средины гор. Такого я вообще не помню. У нас сегодня какая-то интересная такая солнце тоже закрытое. Там 100 слоев и пыли, и этих облаков. То есть, сегодня вообще непонятно, что происходит во второй половине дня. Тяжело им есть. Я вижу, тяжело им жевать сухую еду, но, но тем не менее, они едят. Они поняли, что это вкусно, что это можно есть. Малой бежит, он не будет подходить. Пусть Малой попробует тоже. Не зря я любил черных котов. Она взяла и родила. Она ходила, все рассказывала. Рома, ты ж любишь черных котиков, у меня еще трое будет теперь дополнительно к нам всем. Тот пока еще не понимает, что это надо есть. Он смотрит на них, не поймет, что они делают. Я думаю, догадается. Хорошо, что они поняли. Я даже не ожидал, что они поймут быстро и начнут. Молодец, она им начала показывать, что это надо есть, и они начали есть. Хотя она уже вредничала, сухую еду не хотела, есть только пакетики ел. Сейчас она им показала, они поняли. Едят вместе с ней. Все, и тот начал. Один черненький остался, самый маленький, в камнях. если он выйдет. Самый маленький, глазки у него самые. Натали, ты представишь, какой рай ты попадаешь сразу? Завтра вечером уже. Я не верю, что завтра вечером ты их уже будешь кормить. Так, малыш, давай, присоединяйся к братьям и сестрам. Тут лапой так, пух, лапу вправо, не дам. Малой, малой, не дала, лапой его отбил. Ну, что ты творишь? Ну, он уже пришел кушать, а ты лапой его отогнал. блин. Малышка, какая же, боже, у нее состояние удовлетворенности, что наконец-то их стали кормить, наконец-то я их увидел. Она перестала кричать, истерически, теперь она, она счастлива. Умничка, вопросик. Я представляю, Аня там будет смотреть и плакать, да, Анютик? Ой, класс. Малышика вот того еще позовите, потому что он мало вообще всего. И тут он кусочки еще валяются, этой мокрой еды, вы не все съели. Сейчас я еще подсыплю. Эта еды у меня достаточно. Ну что, друзья, вот такой вот он, вот такой вот урожай, вот такая вот мать-героиня, таких нам чудесных малышей подарила. Будем их воспитывать и кормить теперь. Да, малышка? Вопросик. Мать-героиня, блин. Малышик, давай вылазь, ну ты там один самый-самый, самый слабенький будешь. Вылазь, кушать надо. Тяжело грызть, она не грызут, тяжело. Но им понравилось. Это хорошо еда, это с витаминами, она премиум-класса, это кормит, да. Кто-то давал им йогурт, но, друзья, безлактозный лучше покупайте, лактос-сюз. И молоко есть, лактос-сюз, йогурт, там написано лактос-сюз-сюз-сюз. Потому что лактозу некоторым кошечкам как-то нельзя, могут быть проблемки. Не бойтесь, это я. Я еще вам. Еще вам еду. Все, зайка, надо пойти в Ушкино еще найти. Малышка поздороваться и бежать на пятничный день. Это видео сегодня будет первым. Я всех поздравляю, кто человек с большим сердцем, особенно всех, кто ее знает, всех, кто ее гладил, всех, кто за нее переживал. Всем спасибо, друзья, и теперь мы можем возрадоваться и насладиться этим. этим урожаем, блин. Все, растите счастливые, здоровые. Да, малыш? Ну иди, иди кушай. Хочу близко хоть одного показать. Можно вас? Не боитесь? Привет. Красавчик. Спасибо тебе, я уже показала их, наконец-то. Все, давайте, пока. Пока. Скажи пока всем. Спасибо. У нас, иди кушай.